Именно это я и называю любовью, когда оглядываешься назад и ничего не хочешь менять. Я думала, что молния не попадает в одно место дважды. Конечно, попадает, но только если у тебя не хватает ума отойти в сторону. А жизнь, она ведь любит бесцеремонно ткнуть тебя носом в твои же заблуждения. Беспокойство сродни креслу-качалки. Тебе есть чем заняться, но далеко на нем не уедешь. Бывает такая боль, которую слезами не выплакать. В жизни все имеет свои последствия. Жизнь без влияния на других невозможна. В этом мире у каждого есть своя половинка, связующая нить, сотканная Богом. Ее нельзя изменить, ей невозможно сопротивляться. И этот человек не обязательно твой муж, или жена, или давний возлюбленный. Он даже другом может не быть. В большинстве случаев это даже не те, с кем мы проводим остаток жизни. Я бы рискнул предположить, что 90% людей так и не находят свою вторую половинку. Лишь немногим даровано такое счастье. В конце концов, ты не обречен, если продолжаешь видеть на противоположном берегу размытые очертания надежды. В мире миллионы людей. И духи позаботятся о том, чтобы со многими из них ты никогда не повстречался. Но есть пара человек, с которыми ты связан. И духи будут постоянно пересекать ваши пути, завязывая столько узелков, пока не поймают вас, и вы, наконец, не поступите так, как должно. Взрослые, уже давно забывшие, как были детьми, закатят глаза, усмехнутся и скажут, все пройдет. Как будто подростковый возраст, болезнь сродни ветрянке. О нем все вспоминают, как о досадной неприятности, но совершенно забывают, насколько болезненно переживали его в свое время. Возможно, жизнь сперва должна хорошенько тебя потрепать, чтобы ты осознал, чего от нее хочешь. Вы когда-нибудь плавали летом, когда солнце прячется за тучей. Вам знакомо ощущение, когда вы вдруг понимаете, что замерзаете в воде, и думаете, не лучше ли выйти на берег и обсохнуть. Но вот неожиданно выглядывает солнце, и вам снова тепло. И когда вы рассказываете, как весело поплавали, вам даже в голову не приходит вспоминать эти тучи. Вот так и с ним. Вы удивитесь, насколько далеко может зайти человек, если захочет поверить, что тот, кого он любит, лучше, чем есть на самом деле. Глядя на ее опущенную голову, я понял, что у тишины есть голос. Говорят, когда любишь человека, все остальное становится неважно. Но ведь это неправда. Когда ты любишь человека, все остальное становится еще важнее. Говорят, что в молодости все ошибаются. Но я не думаю, что мы совершаем меньше ошибок, повзрослев. Грех подобен чернилам, он проникает в человека, окрашивает его, делает его совершенно другим. Его невозможно смыть, как ни пытайся, прежним никогда не станешь. Даже собака знает, когда ее пнули, а когда об нее споткнулись. Думаю, мы все в долгу перед нашими родителями. Вопрос только, сколько мы им должны. Если возникает необходимость, всю жизнь можно уложить в одном единственном чемодане. Спросите у себя, что вам действительно нужно, и ответ удивит вас самих. Вы запросто отбросите неоконченные проекты, неоплаченные счета и ежедневники, чтобы хватило места для фланелевой пижамы, которую вам нравится надевать дождливыми вечерами. Камушка в виде сердца, подаренного вашим ребенком, и потрепанной книжонки, которую вы перечитываете в апреле каждого года, потому как влюбились, когда читали ее впервые. Оказывается, важно не то, что вы накопили за долгие годы, а то немногое, что вы можете унести с собой. Если всю жизнь следить за тем, что думают о тебе другие, можно ли забыть, кто ты на самом деле? А если лицо, которое ты показываешь миру, превратится в маску, под которой ничего не останется? Если вы встретите одинокого человека, не слушайте, что он вам говорит. Он один не потому, что ему так нравится, а потому, что он пытался влиться в мир, но люди его все время разочаровывали. Если очень сильно любишь человека, никогда не взвалишь ему на плечи груз, который придется нести до конца жизни. Если у тебя возникают хотя бы сомнения по поводу того, принадлежишь ли ты к группе самых лучших, тогда тебе там не место. Есть чувства, которые настолько всеобъемлющи, что их нельзя выразить словами. Жизнь — это не сюжет. Жизнь — это детали. Жизнь — это то, что происходит, когда не исполняются все эти «а если», когда то, о чем ты мечтаешь, или на что надеешься, или чего боишься, проходит мимо. И все эти годы я мечтала о мужчине, который не мог бы без меня жить, о мужчине, который засыпая, представлял бы мое лицо, который любил бы меня растрепанную и заспанную, и которому не было бы дело до того, что ужин снова запаздывает, а мотор стиралки перегорел из-за того, что я запихнула в нее слишком много белья. Просто я не знала, что для начала этого человека нужно родить. Извинения с попыткой оправдаться не совсем похожи на извинения. Иногда мне кажется, что сердце человека — просто полка. На нее многое можно положить, но, случается, полка не выдерживает груза, и человеку остается подбирать обломки. Иногда мы видим лишь то, что хотим видеть, но не замечаем того, что прямо перед глазами, а иногда мы вообще ничего не видим. Иногда стремление свернуть горы напоминает попытки носить воду решетом. Интересно получается, человек может быть на сто процентов уверен в своем мнении насчет чего-то, пока оно не коснется его лично. Как бы быстро я не бегала, Как бы сильно мы не старались, как бы сильно чего-то не хотели, у некоторых историй не бывает счастливого конца. Кирпичный дом, как известно, даже трем поросятам не сдуешь. Но поросята не понимали, что серый волк — это только начало. Самый лютый враг уже притаился в их доме, но увидеть его нельзя. Я имею в виду не радиевые пары и не угарный газ, а простую необходимость сосуществовать втроем на небольшом пространстве. Думаете, ленивый поросенок, тот, который довольствовался соломой, смог бы ужиться с педантичным поросенком-каменщиком? Вряд ли. Уверена, если бы сказка была на десять страниц дольше, Поросята вцепились бы друг к другу в глотки, и их кирпичный домик таки взорвался бы. Когда вы много лет живете с одним человеком, он становится похож на карту, которая валяется в бардачке машины, такую же потрепанную и затертую, изученную настолько, что можно нарисовать ее по памяти. И именно поэтому вы все время берете ее с собой в поездки. И все же в самый неожиданный момент у вас словно открываются глаза. Вы замечаете незнакомый поворот и живописный уголок, которого раньше не было. И вам приходится останавливаться и убеждаться, что это место совсем не новое. Просто вы его раньше не замечали. Когда открываешь свое сердце, всегда существует риск, что ему причинят боль. Когда ты не такой, как все, становишься сверхчеловеком, ты чувствуешь, как все взгляды цепляются к тебе, как липучка. Ты слышишь, как о тебе шепчут, на расстоянии мили. Ты можешь исчезнуть, даже если кажется, что ты все еще стоишь на том же месте. Ты можешь кричать, но никто не услышит ни звука. Ты становишься мутантом, упавшим в бак с кислотой, клоуном, который не может снять маску, калекой, у которого ампутировали все, кроме сердца. Ты то, что когда-то было нормальным, но так давно, что ты уже не можешь вспомнить, что это значит. Когда ты кого-то любишь, то по-другому произносишь его имя, как будто этому имени удобно у тебя во рту. Когда ты не такой, как все, ты перестаешь замечать миллионы людей, готовых принять тебя таким, какой ты есть. Все твое внимание приковано к единственному человеку, который принимать тебя таким отказывается. Когда умирает человек, такое чувство, что у тебя выпал зуб. Ты можешь жевать, есть, у тебя во рту осталось еще много зубов, но языком ты постоянно трогаешь пустое место, где все еще немного побаливают нервы. Лжецам нужна хорошая память. Льюис должен был войти в историю как экономист, который вывел математическую формулу счастья, РО, то есть, реальность, разделенная на ожидания. Существует два способа стать счастливым, улучшить реальность или снизить ожидания. Что будет, если нет никаких ожиданий? Ведь делить на ноль нельзя. Значит ли это, что если ты безропотно принимаешь все удары судьбы, то никогда не будешь счастлив? Люди меняются, но только если им дают шанс это сделать. Люди меняются, даже те, которых ты вроде бы знал как самого себя. Люди, сидящие на троне, обычно не видят, что написано внизу. Мне все равно, почему ты уехал. Единственное, чего мне на самом деле хочется знать, это почему я не стала причиной, которая бы заставила тебя остаться. Можно иметь с человеком одну ДНК и не иметь с ним ничего общего. Моя семья казалась таким крепким приставным столиком на четырех ножках. И я была уверена, что оказавшись без одной ноги, мы всегда будем шататься. Пока однажды не присмотрелась и не поняла, что мы просто превратились в трехногий табурет. На самом деле, ничто так не отражает жизнь, как прошлое. Нельзя ничего начать с чистого листа. Можно только собрать осколки, которые остались от прошлого. Не обязательно падать в воду, чтобы почувствовать, что тонешь. Не оглядывайся назад, просто оставь прошлое позади, и найди что, то лучшее в будущем. Не важно, какими яркими мы хотим видеть своих детей, не важно, какими идеальными мы их представляем, они обязательно нас разочаруют. Оказывается, дети похожи на нас больше, чем нам кажется. Такие же несовершенные. Невозможно объяснить ребенку, что граница между добром и злом не такая четкая, как между белым и черным, как учат в сказках. Нет ничего постоянного, все может измениться в любую секунду. Неужели ты никогда, глядя на истерику, устроенную на людях, не задавался вопросом, людям на самом деле так плохо, или они просто хотят, чтобы другие видели, насколько им плохо? Выставлять чувства на показ, значит, обесценивать их. Ничего уже не будет так, как обычно. Можно склеить осколки, но если ты сделал это сам, то в глубине души всегда будешь знать, что вещь уже не целая. Однажды вы влюбились. Я знаю, что влюбились, потому что у вас есть дочь. Поэтому вы понимаете, что я имею в виду, когда говорю, что у влюбленного человека выбора нет. Тебя просто притягивает к этому человеку магнитом, и неважно, сулит это тебе счастье или разобьет сердце. Оказывается, когда взрослеешь, не перестаешь бояться. Просто начинаешь бояться других вещей. Плохие вещи будут происходить всегда. Но чудо состоит в том, что свет всегда побеждает тьму. Каждый раз ты можешь поставить свечку в темноте, но не можешь воткнуть темноту в свет. Положиться можно лишь на себя, а это довольно хреновый расклад, если ты человек ненадежный. Прошлое может окрашивать будущее, но оно его не определяет. Ребенок — это любовь, которую не нужно искать, которой ничего не нужно доказывать, которую не нужно стремиться удержать. Слова, которых вы не произносите, могут подрывать силы не меньше, чем слова, которые вы сказали. Способность человека переносить трудности похожа на бамбук. Он намного гибче, чем кажется на первый взгляд. Существует два способа стать счастливым. Улучшить реальность или снизить ожидания. То, что разбилось кость сердца, счастье, можно склеить, но оно никогда уже не станет целым. Только тогда я поняла, почему ты не плачешь, когда тебе больно. Поняла, что бывает такая боль, которую не выплакать. У влюбленного человека выбора нет. Тебя просто притягивает к этому человеку магнитом, и неважно, сулит это тебе счастье или разобьет сердце. У каждой жизни есть своя мелодия. Если хотите знать мое мнение, музыка — это язык памяти. У потерь всегда соленый вкус. Хранить тайну не значит лгать. Иногда это единственный способ защитить того, кого любишь. Человек влюбляется в другого за его улыбку, за то, что он заставляет его смеяться, или, как в данном случае, потому что он заставил тебя поверить, что ты единственный, кто может его спасти. Человек должен жить согласно определенным законам, не потому, что за ним следит некий божественный авторитет, а из чувства личной моральной ответственности перед собой и другими. Человек непобедим ровно настолько, насколько ничтожны его слабости. Человек — это атмосфера или ее отсутствие. Это то, что ты чувствуешь в его присутствии, и что он чувствует рядом с тобой. Чтобы узнать, от чего отказываешься, нужно потерять контроль над собой. Шрамы — карта сокровищ боли, которую прячешь глубоко внутри, чтобы никогда не забыть. Я думаю, что жизнь похожа на фильм на DVD-диске. Можно посмотреть версию, которую смотрят все, а можно режиссерскую, то, как он хотел показать этот фильм, прежде чем получилось так, как получилось. Свою жизнь можно измерять количеством сцен, в которых ты выжил, или количеством времени, которое заняли эти сцены. Я знаю, что Господь не взвалит мне на плечи непосильной ноши. И все же хотелось бы, чтобы он меня не переоценивал. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат была вам близка. И не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok